Ирина вместе со своими одноклассниками ответственно готовилась к последнему звонку. И вот настал долгожданный и волнительный момент. Сегодня выпускница выступает перед родителями и педагогами. Все школьные годы у нас были очень интересные. Помимо того, что мы учились, получали очень много интересной, полезной информации. У нас также было и много разных концертов, выступлений. И также учители отдавали нам очень ценные жизненные уроки, которые в будущем обязательно помогут. Выпускники подготовили праздничные номера. Изюминкой выступления стал импровизированный поезд. Символ школьной жизни, похожий на большое увлекательное путешествие. Они и так уже взрослые. Все умеют, все знают. Иногда стоит и у них учиться. Но писала всей души. Если что, ребят, извините, я вас очень люблю. Те танцы, те песни, которые они пели с первого класса, и сейчас, да, немного в новой интерпретации, но они показывают именно свою школьную жизнь. И поэтому все учителя, конечно, это смотрят со слезами на глазах. Радость от первых побед, упорный труд над собой, первая любовь и школьная дружба. Савва вспоминает о первом танце, который он поставил вместе с одноклассниками. Со своими школьными друзьями он прошел важный этап, который запомнит на всю жизнь. Я желаю им всего самого хорошего, чтобы они находили самых лучших людей, которые будут с ними честны. Традиция отмечать последний звонок появилась не так давно. Впервые праздновать его начали в советское время, 70-е годы. Инициатором был заслуженный советский педагог Федор Брюховецкий. Именно он придумал большинство школьных традиций, целью которых являлось сплочение детей в коллективе. К этой радостной и в то же время трогательной дате украшали актовый зал, рисовали стен газеты, посвященные каждому выпускному классу. После официальной части последнего звонка для ребят устраивали капустник. Вот и во втором лицее решили придумать свои маленькие традиции к празднику. Дети, каждому из вас подготовились к самолете. Это навигация ваша, ваше будущее. Это для А-класса. В лицее номер два последний звонок прозвенел для 61-го одиннадцатиклассника. Впереди у ребят ответственная пора. Сдача экзаменов и, конечно же, выпускной бал. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok